Тем временем Арсений Яценюк, который как раз и сказал, что российским самолетам нечего делать в аэропортах Украины, сегодня опять под градом обвинений в коррупции. Продолжение сериала одесский губернатор разоблачает главу кабинета министров. Таможня берет добро. И казалось, при чем тут орехи? Из Киева с подробностями Ольга Князева. Настолько явно кресло под премьером Украины не качалось давно. Реформы с приставкой псевдо. Так теперь все чаще говорят о политике Кабмина. Михаил Саакашвили не раз критиковал работу Арсения Яценюка, а сегодня открыто назвал очередной коррупционной схемой новое постановление о порядке растаможивания товаров. Он уверен, теперь таможенники могут манипулировать величиной пошлины для импортеров. Все товары теперь начали растамаживать не по фактической, согласно таможенному кодексу, а по заранее определенной государственной фискальной службой цене. Покажите мне страну, в которой вы приходите на таможню, и вам говорят, вот у нас тут база, и стоимость вашего товара мы определим по ней. Нас не интересуют ваши всякие инвойсы, договоры, мы знаем, цены лучше. Это противоречит всем международным нормам. За примерами далеко ходить не надо, несмотря на демонстративные аресты депутатов и показательную присягу сыщиков антикоррупционного бюро. Тем для журналистских расследований предостаточно. Выпуск программы «Наши гроши». Репортеры рассказывают, сколько нужно заплатить, чтобы таможня дала добро на экспорт грецких орехов. Для того, чтобы вывести один контейнер ореха, то есть если речь идет о чищенном, то откат от 12 до 15 тысяч долларов. Если же не чищеный орех, это от 8 до 10 тысяч долларов. К слову, Украина – один из крупнейших мировых экспортеров грецких орехов. В стране собирают 50-60 тысяч тонн в год. Две трети отправляют за границу. По данным журналистов, схема откатов налажена при прошлой власти. Новая ее менять не стала. Сейчас коррупция гораздо более поглотила украинское государство, потому что, как мы понимаем, финансовых ресурсов не таки много и работающих предприятий. А исходя из того, что и премьер-министр, и целый ряд чиновников привыкли жить богато и пытаться урвать хоть где-то копейку. То есть у них происходит эта конкуренция за те или иные финансовые потоки. И сейчас они пытаются просто выжать максимум из уже почти умершей украинской экономики. Действующий кабинет министров ждет отставку, утверждает бизнесмен Константин Григоришин. Лейтмотив его статьи в «Украинской правде» правительство Яценюка возглавляет коррупцию. Я считаю, что 90% постановлений Кабмина принимаются с учетом его личных интересов, политических или экономических. Он думает о своем политическом будущем и личном кармане. Я думаю, что сейчас второе превалирует. И даже состоявшаяся реструктуризация долга, которой так гордится премьер, на деле ловушка для экономики. Страна, по сути, продала рост ВВП. Следить за внутренним валовым продуктом Украины международные кредиторы будут на протяжении 20 лет, с 2020 до 2040 года. Если он растет в пределах 3%, то никакой прибыли те, кто давал в долг, не получат. Если ВВП останется в промежутке от 3 до 4%, с кредиторами нужно будет поделиться 15% прироста. Рост ВВП больше 4% для кредиторов – это шанс сорвать джекпот. Им полагается почти половина от прироста ВВП. Для Украины это означает меньше инвестиций, рабочих мест и денег в кошельках граждан. Суть реструктуризации лишь в том, что ответственность будут нести не нынешние, так сказать, лидеры Украины, элитой вообще язык не поворачивается их назвать, а что это все будет просто отсрочено. И к тому времени, когда их уже близко, вероятно, не будет на Украине, то будут нести ответственность те люди или те политические силы, которые придут к власти. Получается замкнутый круг. Если экономика растет, в верхушке это невыгодно. Кредиторы спросят больше, уменьшится пространство для коррупции. Правда, это проблема власти будущей, а нынешняя смело со всех трибун прогнозирует фантастический рост внутреннего валового продукта страны. И Ценюк уже пообещал, через 20 лет будет как в Швейцарии. Эксперты тут же посчитали, до швейцарского ВВП украинскому нужно расти на 8% в год. Если допустить такой сценарий, прибыль кредиторов составит более 200 миллиардов долларов. Немаленькая цена сегодняшней скидки в 3 миллиарда.